Четыре часа можно. Так, что вас не было здесь рядом, духу не было. Так, слушаем, представимся. Саш, ну, Валентин Павлович Храмович, так сказать, ну, скажем так, увлекающийся тематикой. Товарищ генерал. Ой, не надо. Хорошо, слушаем по существу. Увлекающийся тематикой, это самое. По существу. Ну, хорошо, Саша, только учти, что я скажу, это не войдет в историю. Значит, это конференция «Операция прикрытия». Работает сетевой организм, китайский. Значит, сделана морковка в виде темы НЛО. Прислали, массу молодежи собрали. А на самом-то деле, говорят о работах фирм зарубежных, китайских, где нужны молодые мозги. Поэтому, ребята, это операция по утечке мозгов. Просчитанные, хорошо организованные и так далее. К сожалению. Но, благодаря этому, мы все собрались, бывшие зигильевцы. И, найдя друг друга, сформировали свой свой организм, который противостоит этому китайскому сетевому организму влиянию. Что Вы можете сказать о проблеме НЛО в современном мире? Саша, это серьезно? Ну, я могу начать вот с того примера, который был в США. Итак, 96-й год. Американские воды, их суперподводная лодка опускается на нужную глубину. Вдруг идет дребезжание какое-то время. Может, 10 минут, может, меньше, больше. Не важно. Ну, поскольку дребезжание было, они всплыли. Ну, надо посмотреть, а вдруг винт отвалился. Когда они всплыли, стали ориентироваться, где они находятся. Они оказались в Индийском океане. Там недалеко у них есть базы. Они отправились на базу, чтобы посмотреть запчасти. Все нормально. Когда они прибыли на базу, оказалось, 120 человек экипажа, все постарели. Морал. Значит, у нас действительно есть масса таких феноменов, которые мы пока объяснить не можем. Вторая. Сейчас вышла книжка НЛО над Крымом. Там масса фотографий. Это Крым. Реальная арена работы этих ребят и все прочее. В свое время, когда Королев был приглашен Сталином и познакомился с темой НЛО, не только немцев, но и других, он сделал вывод до Сталина. Они нам не угрожают. Они есть, но они нам не угрожают. Значит, явно параллельные цивилизации. И не одна их, и много. Значит, надо, осознав это все, нашу науку каким-то образом очистить это самое, вот лжепредставлений, потому что задачи же надо решать. Выживание там, что угодно. Общаться с этими тарелочниками, все что угодно. То есть, если мы будем только в пассивной форме, ахать и охать, это не наш путь. Вот. А вот если мы будем, можно сказать, активно пытаться с ними вступить в контакты, а такие есть люди, о чем мы говорим, Циолковский работал как раз с тарелочками напрямую. Его возили по мая... Это его воспоминания, которые вот в мировом ченнелинге есть глава специальная, посвященная этому. Он рассказывает об этих вещах. А он же Чижевского поднял на руки, если вы знаете, да? Вот. Ну, короче, это самое. Вот таким необычным образом у нас все это проникает сюда. Ну, Саш, я не знаю, что еще сказать. Спасибо.